Всем привет! Меня зовут Кирилл Воробьев. В детстве я мечтал, что скаут крутого клуба увидит, как я рву всех во дворе и подпишет меня. Но я никуда не перешел. Обзавелся пузом и пробегаю стометровку медленнее, чем съедая Биг Мак. Все, что я могу, с умным видом рассказывать о переходах, которые же случились. Ну или что-то как-то нет. Paris Saint-Germain потрясающе работает на трансферном Ямара. Сначала они получили разрешение на проведение парада. По случаю покупки бразильца. Ну а потом уже можно работать над оформлением трансфера. Интересно, на что руководство клуба просило бы разрешения в случае перехода хотя бы Криштиана? На введение нового городского праздника в календаре парижан? На выходной для всей страны? Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Матича. Внимание важный для меня игрок. Он это знает. С ним нет проблем. Матича не продает. Говорил Антонио Конте в июле 2016. Меня тоже жизнь радикально менялась за год. Но я в отличие от Антонио не нарушаю слов. Год назад я пообещал себе, что больше не завалю ни одного зачета. И держу обещание. Уже год как меня исключили. Арсен Венгер послал к Алексису Санчесу врачей, чтобы убедиться, что тот не врет о болезни. Господи, Арсен, ты че? Он же латиноамериканец. Ну, конечно, он симулирует. Никто не симулирует больше, чем латиносы. Сейчас. Почти никто. Диего Коста все еще хочет свалить из Челска. Сильнее всего в Атлетико, где он не сможет сыграть ближайшие полгода из-за трансферного бана. Это его очень сильно смущает, и он ищет альтернативы. 28-летний дед сейчас больше всего похож на человек, который пришел домой поздней ночью, ключи забыл дома, и он в спешке ищет, кому бы вписаться на ночь. Очень вероятно, что бандит рванет в Милан. Но если Коста не найдет приют, он может вписаться в тур Хаски по России. По крайней мере, он произносит слова в схожей манере. С вами был Кирилл Воробьев. Тратьте деньги с умом. А если у монет, тогда с удовольствием.